Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог и хочу всех поздравить с началом масленичной недели, правильно так, наверное, говорить, в общем, с масленицей, и также с 23 февраля пожелать здоровья, сил, мирного неба над головой, всего-всего самого наилучшего. 23 февраля это не только мужской праздник, но лично в моей семье это чисто мужской праздник, но это праздник, также если женщина там служит, то он имеет вообще какое-либо отношение к военной службе, то вас тоже поздравляю, я знаю, что у меня есть такие зрительницы, вас тоже поздравляю с этим замечательным праздником. Вот, я как раз-таки к этому празднику снова заказала мужу на рандевую такой аромат-бокс, я не оставляю попытки приобрести ему какой-то новый аромат на весну, лето, возможно, или просто какой-то аромат, который бы ему понравился. Кстати, я все время забываю сказать, мне при каждом заказе всегда, ну, кладут один или два пробничка, вот у меня тут два вот таких пробничка, я не знаю, что это такое, это что-то корейское, мейлин Корея написано, в общем, надо будет почитать и посмотреть, я так понимаю, что это какой-то пилинг гель, и, ну, в общем, я обычно читаю в этом и смотрю, что это такое мне положили, и с огромным удовольствием пробуем. У меня какое-то красное лицо, я сейчас гуляла с Бонной, с улицы, у нас такой ветер, вообще, обалдеть. В общем, вот такой аромат, аромабокс для него к 23 февраля. Прошлый аромабокс у меня был к 14 февраля, и этот я решила к 23. Здесь подборка ароматов для мужчины, да, различные ароматы, я вам ссылочку оставлю, проявите, посмотрите, вот такие собранные ароматы, в принципе, такие, ну, не знаю, да, наверное, достаточно популярные, есть такие новенькие ароматы, которые я лично с удовольствием попробовала, мой муж не любит ничего нового, но, в общем, он у меня уже все попробовал, потестировал, я вам оставлю ссылку на этот аромабокс, и, конечно же, промокод на скидку, которая дает дополнительную скидку ко всем уже скидкам, существующим на сайте, а вы знаете, что у них там на сайте постоянно какие-то скидки, распродажи, это очень-очень приятно, в общем, вот такие ароматы, во-первых, вот этих флакончиков, кстати, надолго хватает, не знаю, насколько, но смотря, наверное, сколько на себя выливать, но мужу как раз вот моему хватает вот прям поносить, и чтобы вот он понял, нравится ему или нет, я уже говорила, что моего мужа невозможно затащить в какой-то парфюмерный магазин, чтобы он что-то выбрал, вот, и вот это для меня как раз, ну, прямо вот то, что нужно для моего мужа, в общем, он у меня тут все попробовал, здесь есть один такой аромат, у него прям такая зеленая жидкость, смотрите, вот такая вот, это вот этот вот первый аромат, там можно, я вам оставлю ссылку, там можно раскрыть и в описании прочитать про каждый аромат, посмотреть, сколько стоит каждый аромат и так далее, в общем, что могу сказать, ну, ему, моему мужу понравилась Мансера, вот этот вот аромат, вот этот, он такой, знаете, как раз подойдет вот на весну-лето, он такой, такое ощущение, что апельсин с цедрой, какой-то цитрусовый, а потом, как всегда, ничего нового, да, Леофан, что ты делаешь, скажи, хозяйка, что ты делаешь, непонятно, вот, и потом он такой становится какой-то немножко древесно-прохладный, что ли, вот так раскрывается на моем муже, и, в общем, он ему очень понравился, он поносил его прям вопшигал несколько раз, несколько дней и присмотрится еще к этому аромату, сказал, что непонятно, вот, ну, вот этот зелененький ему не понравился, хотя он понравился мне, вот этот аромат, потому что он такой, знаете, ну, я люблю такие прям густые, такие дымно-томные какие-то ароматы, такие вот, им очень, мужем ему не нравится, мне такие ароматы нравятся очень, но они такие, знаете, ну, не на каждый день, наверное, аромат, потому что, ну, такой, муж всегда говорит, что это резкий аромат, нет, это прямо такой густой аромат, я бы так сказала, еще, кстати, мужем ему понравился вот этот аромат, мимо, я не буду, девочки, коверкать, я думаю, что вы увидите, мимо, не буду, девочки, извините, он такой, знаете, у меня почему-то ассоциации табачные, но муж говорит, он какой-то немножко с зеленцой, с древесностью, тоже такой свежемускулинный, я бы так сказала, можно так вообще про аромат сказать или нет, я не знаю, с остальными ароматами, ну, вот этот ему точно не понравился, и вот этот ему не понравился, девик, вот этот вот оранжевенький такой, с остальными тоже есть вопросы, вот как раз-таки, знаете, хорошо, то есть он побрызгал, походил, пришел, мне сказал, не, мне не нравится, или пришел, походил, и такой говорит, вначале вот этот даже монсера, вот этот аромат, он пшикнул такой, какой-то он горький, такой, ну, как бы горьковатый такой старт у него, А потом ходила, говорила, слушай, смотри, он такой приятненький, прям такой. Ну, в общем, супер. Вот такие аромабоксы для мужчин я очень рекомендую, девочки. В особенности, если у вас такой же муж, как у меня. Ну, мне хочется что-то новое для него. Я для себя приобретаю новые духи, новую туалетную водичку какую-то, да. И хочется тоже мужу. Мне всегда хочется тоже что-то новое приобрести, чтобы от него приятно, вкусненько пахло. Вот, так что всем рекомендую. Ссылку оставлю и промо-код со скидкой тоже вам оставлю внизу под этим видео. А я сейчас пойду жарить блины. Вы жарите блины? Я всегда жарю блины. Неважно, масленица, не масленица. У меня очень любят мои домашние блины. И я их, конечно же, пойду сейчас жарю. Ну что, вот тут такая у меня идиллия. Смотришь на них, девочки, и прям хочется самой рядышком лечь спать. Мне как-то писали, что кот не Майкун, и он небольшой. Но посмотрите, по сравнению с Лабрадором, мне кажется, он совсем даже не маленький. Намного больше, чем Каспер. Хотя Каспер у нас достаточно такой плотный и большой, крупный кот. Я бы так сказала. В общем, у нас такой тихий, мини-тихий час. Я вожусь на кухне, дети спят. Ну, Джуси у нас, как всегда, она на улице контролирует. Там гоняет котов и всех остальных птичек и так далее. Вот, кстати, очень часто они спят именно в такой позе вдвоем. Не знаю, может, потому что они по цвету схожи, поэтому и сопят таким образом. В общем, красота. Бонна во сне куда-то побежала. Вот, за ними наблюдать это прям умиление одно. Кстати, Бонны лапы пахнут, как грязные мужские носки. Не знаю, насколько коту приятно таким образом в такой позе спать. Прям, может сказать, уткнувшись в лапы. В общем, вот такая вот у меня идиллия. А я пеку блинчики. Блинчики я пеку самые простые, обычные, которые молоко, мука, соль, сахар, яйцо и все. Ничего больше туда не добавляю. Вот такое вот делаю достаточно жиденькое тесто. И выпекаю блинчики с двух сторон, обжариваю. Моим очень нравится. У меня любят со сметаной есть или со сгущенкой. Вот, с чем-то таким. Так как масленица, будем теперь печь блины. Еще в школу мне надо будет напечь блинчики. Вот таким вот образом я их жарю. Вот, очень любимые блины. Идем с огромным удовольствием. Ну, у меня получилось не очень много. Вот такие, такая стопочка блинчиков. Как раз нам на обед пообедаем. Ну, а это двоится. Ничего не поменялось, только проснулись слегка. Дневной сон, он очень важен для здоровья. И вообще, так что берите пример, девочки, с этой парочки моей. Так что, работают они тоже, тоже устали. Конечно же, контролировать маму, как она печет блинчики. Ну, что же, обязательно следить за мной. Вообще, что я делаю, куда я хожу. Потому что без контроля оно, конечно, никуда. И, девочки, хочу вам показать. Я сейчас ездила, забирала своих мальчишек. Я там, как всегда. Вот. И зашла в магазин «Фамилия». Там, кстати, очень много чего привезли. Интересного такого для дома. Джуси, перестань. Для дома. В общем, у меня здесь небольшие покупки. Хотела там поснимать. Но что-то я подзависла и ничего не засняла. Давайте. Джуси. В общем, бесполезно ее. Смотрите, какое блюдо прикольное я купила. Смотрите. У меня вот здесь вот на столе всегда стоят блюда с фруктами. Но оно у меня деревянное. И оно уже такое стало, знаете. Ну, короче, не нравится мне оно, как смотрится. И это я буду использовать как блюдо для фруктов. Вот 1199 оно стоит. Но блюдо вообще оно такое тяжелое. Здесь как бы получается стекло. А здесь вот такая вот золотиночка. Ну, короче, оно мне сюда очень подходит. Вот под мой интерьер, скажем так. В общем, вот такое вот прикольное. Вот такой марк. И не знаю, там очень много, кстати, чего прикольного. И кружки красивые привезли. Вот. И еще я купила вот такой набор стаканчиков. У меня стаканы вообще очень часто бьют. Стаканов 400 миллилитров. 4 штуки. 639 рублей. Плюс у меня скидка по карте была. Но не знаю сколько. Сейчас вам скажу. Смотрите, какие прикольные стаканчики. Вот такие вот. Они типа как мятые такие. Четыре вот таких вот стаканчиков. Мне кажется, за 639 рублей. Это вообще супер. Но блюдо мне очень понравилось. Оно красивое. Поэтому я его взяла. Хотела там еще что-то кружки. Но не знаю. Долго надо было мне выбирать. А я уже бежала за детьми. Поэтому кружки уже не стала выбирать. А вот такие стаканчики, скажите, прикольные. Вот это вот фиолетовое, это отсвечивает. Это у меня лампа у орхидеи. Вот. Так что вот такие вот у меня покупки фамилии. Я захожу туда. Последнее время редко заходила. Потому что там ассортимент маленький был. Но сейчас уже там отлично. Вот. Привезли кучу всего. И цены снова стали адекватными. Это угли неадекватные. Конечно же. Красавчик пришел. Конечно же пришел. Посмотреть. Что-то мама купила. Ничего вкусного не купила. Скажи, это вообще безобразие полнейшее, да? Вот. Так что вот такие вот у меня были покупки. И так же меня часто спрашивают, как я ухаживаю за орхидеями. Но как вы видите, у меня они не цветут. Сейчас хотя, видите, у меня здесь вот одна орхидея пустила стрелочку. Они у меня пускают новые листочки. Я их декабрь, январь, получается, ну вот с февраля начала подкармливать. Вот. И некоторые у меня там почки, вот там вот видно, наверное, начали просыпаться. Я их, короче, поливаю путем погружения. То есть ставлю в какую-то емкость, наполненную водой. Вот до сюда примерно доходит. Держу минут 10-15, потом вытаскиваю. Лишняя жидкость стекает. И, ну, вода лишняя стекает. И ставлю уже вот сюда, под вот эту лампочку. А подкармливаю я их, давайте покажу, вот такой вот штукой сейчас. Есть вот эта агрикола, которую прямо в воду добавлять. Но я, то есть, получается, когда я их опускаю раз в неделю, я еще промываю им листочки обязательно. И потом, когда они уже подсохнут, получается, на следующий день опрыскиваю вот таким средством. Ну, где-то раз в две недели, наверное. Но пока не цветут. Так что уход у меня простой, но они не цветут у меня сейчас. Не знаю, может, цветут. Но, видите, листочек новенький, стрелочка новенькая. Вот там вот видно у меня, видите, эти почки. Видно не достать. Вот там вот почка, видите, начала распускаться. Вот. А так, ну, не знаю, надеюсь, весной зацветут, летом, может быть, зацветут у меня. Так что вот такой вот простой уход у меня. Больше ничего с ними не делаю. Может быть, и надо, чтобы лучше цвели и так далее. Но я ничего не делаю. Только вот эти. Но Агрикола есть, вот еще раз говорю, воду, которую добавлять. Так что вообще ее хвалит, вот эту подкормку Агрикола. Поэтому я тоже купила. Но у меня спрейчик. У меня прям листики. Листики. Вот там немножко земелька, чтобы тоже попало. Котик мой любимый. Куда без него. Красавчик тут сидит. Вот. В общем, вот такой вот у меня достаточно простой уход. В принципе, и все остальные растения я тоже самое. Начинаю подкармливать с февраля. Подкармливаю все остальные растения вообще, наверное, раз в три недели примерно. Либо жидкость, либо спреем специально покупаю. Ну, все остальные растения я обычно что-то универсальное. Универсальный какой-то спрей. Вот подобный покупаю только для, просто для комнатных домашних, типа универсальный. И подкармливаю их. И на этом все. Вот. Так что сильно я не заморачиваюсь, если честно. Вот. Ну, в общем, на сегодня я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. До новых встреч.